Вот так, с энтузиазмом, с отличным настроением и в хорошей компании ветераны Северского трубного завода и молодые активисты вышли на субботник в городской парк Дендрари. Это уже стало для них традицией, говорит председатель Совета ветеранов Северского трубного завода Владимир Фатеев. Пример другим подаем, да и город после таких субботников становится чище и роднее. Нужно отметить, что градообразующее предприятие на протяжении нескольких лет ведет активную работу по благоустройству этого парка. Мы живем в городе, любим свой город и хотим, чтобы все было приятно, аккуратно, чтобы приятно пройти по нашим точкам, садовым, не садовым, допустим, парковым точкам. Приятно, чтобы человеку было. Ну и нам самим тоже приятно, когда мы наведем порядок, как хорошо. Ну вот, поэтому традиция у нас, наверное, я не думаю, что она закончится, наверное, будет продолжаться и в дальнейшем. Придут на смену нам более другое поколение ветеранов, я думаю, что будут поддерживать. Сегодняшний субботник отличается от всех остальных, во-первых, тем, что за метло и грабли взялись не только ветераны, но и молодые жители нашего города. Среди них работники Северского трубного завода и учащиеся школу номер 13. Молодежь и раньше выходила на уборку улиц нашего города, но сегодня же они трудятся бок о бок со старшим поколением, перенимая положительный настрой. Это и воспитывает еще, к тому же, и помогает всем вместе, жителям города, понять, что они жители города, что от них зависит многое. Не все, конечно, но многое. Хотя бы поддержание вот этой чистоты – это тоже наша часть труда, заботы, чистоты. И тем более трудовое воспитание для школьников – это важно. Прибрать парк Дендрари – это уже давняя традиция для старшего поколения. На протяжении пяти лет бывшие трубники выходят сюда на субботник. Для ветеранов это не просто парк, это место, где прошла их молодость. Валентина Царева и Нина Комиссарова – засегдатые на таких мероприятиях. Вот и сегодня они наравне с молодежью Северского трубного, вооружившись метлой и граблями, приводят в порядок городской Дендрарий. Ой, как тут хорошо-то было. Мы же сюда с детками приходили, гуляли. А фонтан там или чего-то фонтан метал? Да, конечно, очень. На лавочках в деревьях влюблялись. Работоспособности заводских ветеранов можно только позавидовать. Их трудолюбию и желанию привести город в порядок нет предела. И даже молодежь порой не успевает за пенсионерами. У ветеранов мы многому учимся. Это старшее поколение, которое дали нам это все, построили завод, построили город, дали нам спокойно жить и развиваться. И мы должны помогать всегда. Везде совместно работать. Тогда и жизнь будет лучше, и все быстрее делаться и получаться. С каждым годом участников экологического субботника активистов из разных цехов городообразующего предприятия становится все больше. Вадим Дюльдин – один из тех, кто участвует в городской уборке ежегодно. И он придерживается мнения, а кто, если не мы, будем прибирать родной город. Пришли ветераны. Валера Шаумов. Вместе с ним я работал. Встретились, поговорили, увиделись. Очень хорошо. И ребята пришли. Учительница их, моя соседка. К которой не часто встречаемся. Здесь вот встретимся, о чем-то поговорим. Ну и ребята, пускай смотрят, как мы работаем. Учатся у нас. Ну и поможем. И доброе дело сделаем. Все в пользу. Все вместе. Ветераны, школьники и заводчане на мели собрали десяток мешков с отходами. Участники экологического субботника понимают, что их вклад в благоустройство полевского минимален. Но они надеются, что их примеру последуют и другие полевчане. К примеру, те, которые мусорили здесь. Здесь в основном гуляют с маленькими детьми. Когда вот маленькие тут угляют, чтобы не было грязно, ни стекла не попали никуда. Прибрать, чтобы детям потом было можно играть. Совместными усилиями ветеранов и работников Северского трубного завода территория городского дендрария была убрана всего за два часа. Теперь все участники субботника надеются, что их труды не будут напрасны. И в таком чистом виде парк простоит хотя бы до весны. Ксения Обладенкова, Константин Миронов. Новости. Твой день.